Всем привет! Начинаем наш телемост Киев-Вашингтон. На связи Андрей Андреевич Пентковский. Андрей Андреевич, я вас приветствую. Добрый день, Роман. Андрей Андреевич, ну я делаю прогноз, что у нас с вами сегодня будет мега интересный эфир. Потому что событий так много, и знаете, с чего хочется начать? Вот вы всегда говорили, и я, честно говоря, с вами не всегда был согласен, но, как говорится, игра еще не закончена, и, соответственно, непонятно, кто тут прав. А вы всегда говорили, что если выбить российских оккупантов с территории Крыма, то, соответственно, глубинный народ на Российской Федерации или глубинное население задаст вопрос ему, эй, ты царь или не царь, что тебе в голове? И вот сейчас, что мы имеем? Ну, Крым падал на российским контролем, а часть Курской области под украинским контролем. И вот он сегодня делал некоторые заявления по этому поводу. Вроде как вышел из бункера и в первый раз не побоялся сказать о потере российских территорий. Но, тем не менее, делает вид, что все хорошо и готов воевать далее. Вопрос. Какая температура в бункере, Андрей Андреевич? Да, это вы начали с самого главного вопроса. Что там Крым, что Севастополь? Какая Сунджа, падшая Сунджа вызвала вот бурю, взрыв в бункере? То есть эти настроения от Суциальной Ненастоящей, они последние месяцы, они нарастали. Они нарастали уже после того, как Макрон осадил Путина с ядерным шантажом, и изменился характер угроз. Уже не британские острова должны исчезнуть в пучине океана. Мы будем убивать английских и французских пилотов, мы будем поправдировать их аэродромы в Румынии и Польше, где они будут базировать самолеты. Понятно было, что этот ядерный шантаж сдулся. Но вот не нужно даже было еще... Крым не начали освобождать. Один городок какой-то там, как я его правильно назвал, Сунджа, да, в Курске. Да, так на сегодняшний день официально призвано 28 населенных пунктов освобождено украинской армии. Этого достаточно для того, чтобы поднять градус этих вопросов до накала. Ведь понимаете, в чем дело? Надо понимать структуру российского общества. Мы точных знаний никогда точных сведений не имеем, но для меня есть моя рабочая такая социологическая модель. Я полагаю, что примерно так 10-15% российского общества – это ебнутые абсолютно зет-патриоты. Примерно столько же сознательных противников войны. Но основная, другая часть, она такая пассивная. И Путина, с точки зрения Путина, сохранения власти, последовательные противники войны никакой угрозы не представляют. Это мальчики и девочки, одиночки, выходящие на пикеты в разных городах. Их бросают в тюрьмы. Вот я все-таки поддержал бы своего друга Карамурзу, который выступал. Он единственный из этих трех выступал, по которому, я думаю, у украинской аудитории не должно быть упреков. Он не понравился немножко, что он говорил о том, что очень много противников войны в России. Но их не так много, как нам бы хотелось. Но, мне кажется, достаточно того, чтобы отдать дань этим людям, тысячам, которые получили громадные сроки. Но они лишены любой возможности выражать, с велика, на информацию. А вот это «Зет-Быдло», оно великолепно обустроено. У них есть так называемые военкоры, в телеграфе которых позицию отражают. Эти люди, большинство из них, что значит, все они вооружены. Они либо активные участники операции. Это реальная угроза, как показал Пригорин. Пригорин же принадлежал к той же категории людей. Свообразный, правда, человек очень большой харизмой. И он развивался во время своего атаки на Генеральный штаб. Вы помните, последние его призывы за два дня до похода, что он сделал себе имя на обличении, извиняюсь, я просто цитирую, как медик, как потал гранатом термины, на обличении Дорбоева, Шойгу и Пидора Герасимова. Но в последних своих исследований уже обличал эту подлую войну, в которой нас столкнули с жирующей на рублевке олигархи. И когда солдаты поймут это, они разорвут им жопом. Ну вот, по-моему, вот этот социальный пафос, зет-патриоты явно используют сейчас пригожинские нарративы с таким большим социальным запалом обличительным. А вторая, то есть я бы сказал так, что активных игроков, сражающих сейчас в таком большом бункере, это вот зет-патриоты, это Путин, и его, в общем, он четко себя проявил в последние дни, как глава одной корпорации, корпорации ФСБ. Кстати, обратите внимание, что какая разница между объявлением состояния контртеррористической операции и военного положения, вводится контртеррористическая операция, потому что контртеррористическая операция передает всю власть, абсолютную власть ФСБ. И третье, это военный генеральный штаб. Вот Путин пытается использовать потенциал этот атакующий зет-патриотов в своем предустоянии с генеральным штабом. Оно уже не сегодня началось. Ну, видим этого несчастного Герасимова, бывшего пидора, с абсолютно потерянным лицом, когда он докладывает о том, что он к вечеру вернется на государственную границу. Кстати, на какой государственной границе? Путину положили знаменитое изречение, что граница Российской Федерации нигде не кончается. Ну, вот они начали не кончаться, несколько в другую сторону. Вот. И что это за компания? Он начал предупредить на кампанию очернения генштаба давно. Там учили... Два первых зама Шойгу арестованы за коррупцию. Шойг раньше не знал, что там они все воруют. Нам доверительно сообщили, что генерал Тимур Иванов, кажется, он кошелек Шойгу на широкую Шойгу был кошельком самого Путина. Это что-то неизвестно, что ли было. Путин, понимая, что в любом случае ему надо отвечать за какой-то масштаб неудач, ну, замахнулся он на мировую войну, собирайте манатки и убирайтесь вон. Киев семь дней. Если кто посмеет из западных держав как-то поддержать Киев, то на вас обрушатся такие катастрофы, которые вы не видели тысячи лет. Это в его знаменитом выступлении даже. Эту войну он уже проиграл. Он проиграл эту войну. И он борется последние два месяца уже за сохранение сохранение у власти в проигравшей войну стране. И он его мыслит, как вот некую почетную ничью. Ну, в его представлении запросная позиция этой почетной ничьи была закрепить за мной все, что я захватил. Но вот я еще не успел запорожье и Херсон. Вот передайте мне, тогда вот будет перемирие. Ну, а сейчас по этой концепции нанесен гораздо более страшный удар. Оказалось, что Курская область под вопросом. И это угроза власти нарастающая. Вот многие сейчас споры идут аналитикам, а в чем значение этой военной. Ну, правильно подчеркиваю, чисто военный успех очевидный, что русские вынуждены где-то изыскивать резервы, не существующие для отражения наступления в Курской области, ослаблять позиции на других участках фронта. Это да. Но самый громадный успех вы, естественно, начали с этого вопрос. И все это понимают в Украине и в мире это понимают. Я еще немножко расскажу, дойду или состояние в Америке, что колоссальный политический и психологический удар лично по Путину это очень такие горящие поленья в костер разрастающегося внутреннего конфликта внутреннего конфликта в Москве с все более громким девизом зет-патриотов в Швеции они не настоящие. Андрей Андреевич, ну вот если мы эту температуру меряем, ну вот есть эти линии разлома, видно, даже в публичном пространстве видно, как все хотят спихнуть на Герасимова и возникает мысль такая, что если генералы не грохнут Путина, то Путин грохнет генералов. Ну, все к этому идет. И вот в этом плане вот он молчал практически неделю. Сегодня какие-то начало разговоры городить, мол, ничего страшного не произошло, мы как наступали, так и наступаем, мы как что-то у нас тут добровольцы и всякое-всякое-всякое. Но все же понимают, что царь, извините, обделывался по полной. Вот это может стать каким-то триггером, чтобы кто-то его угомонил непосредственно из тех, кто вхож в бункер. Потому что все же понимают, что это просто то, что они делают, со всех точек зрения бред, и все понимают, что войну эту они не выиграют. Ну, тут уже вопрос идет, если никто не сделает, то он всех генералов сделает. Это уже ситуация в гитлеровском бункере в 44-м году, это ситуация в сталинском бункере в июне, июле 41-го года. Тут кто кого, кто первый сумеет. Вот иногда раздаются такие вещи, вы еще пожалеете, вместо Путина будет какой-нибудь еще страшный. Никого страшного не будет, потому что результат этой разборки будет в любом случае, кто бы не победил в полнейшей дезорганизации российской военной машины, если она нуждается в какой-то этой дезорганизации. Да, вот официально действительно, как вы сказали, 28 населенных пунктов мы контролируем в Курской области, а Дипстейп пишет, что уже 44. Ситуация динамичная. Андрей Андреевич, а что случилось с Соединенными Штатами? Я что-то вот прислушивался, присматривался, вводил это ключевое словосочетание, лишь бы не было эскалации. И не нашли его, да? И не нашел. И не нашли. А я восхищался, у них появилась отличная такая баба пресс-секретарша Пентагона индийского происхождения. господа Синк. Вот она, какие-то там путинские агенты задавали ей вопросы о том, как же так вот это вы одобряете? Мы же против, Шри, не против. И сказали, как я сказал, это полностью мы считаем, мы не были в курсе этой операции, но мы считаем, что это полностью ответственность и право украинских военных властей, как распоряжаться тем оружием, которое мы им предоставили. И это все после самолетов, и это звучит очень и очень интересно. был еще дополнительный вопросик, он задал, как же там с самолетами, все нет. То есть реакция дедушка Байден помолчала, или его заставили помолчать, никакой реакции на это не было. но вообще понимаете, Путин, это же было вот на этот мем, лишь бы не было войны, лишь бы не было скалаться, главное сближаться региональной войны, Путин же большой расчет ставил. Ведь давайте скажем так, ну и мы в какой-то степени, для нас тоже явилось, и для нас с вами, Роман, определенной неожиданностью вот такой дерзкий переход российской границы, а русские это были полной уверенности, что это неважно, ну я сам все время повторял тезисы, что есть две войны, есть линия соприкосновения огня, тысячи метровые, патовая ситуация, в которой в общем некое стратегическое превосходство русских, потому что у них на, если это будет война на истощение, а есть Крым, который мы способны освободить буквально в несколько недель, если мы получим достаточно себя, доказалось, что и эта линия достаточно уязвима, то есть это победа Украины, достигнутая в том секторе войны, который, казалось, более благоприятен для русских, но просто в голову не приходило русским и даже многим друзьям Украины, что вот и Украина как бы будет расширять эту линию соприкосновения дальше на север, казалось бы, и так тысячекилометровый более чем достаточно и не хватает ресурсов. А вот этот контринтуитивный контршаг, он всех заставил удивиться и привел к немедлому результату. Ну, первый ответ на первый вопрос мы уже после сегодняшней происхождения Путину можем дать, что это в любом случае украинская армия там закрепиться на достаточно продолжительный срок, на каком участке территории это уже другой вопрос. Но это уже не такой не рейд, который вошли и вышли. И это ломает, ломает, ломает всю философию войны. Уверенность русских, что у них преимущество на линии на линии соприкосновения огня. А крымская угроза никуда для русских не делась. Как раз вот мое предложение сейчас состоит в том, чтобы окончательно довести ситуацию в бункере для взрыва, ну, необходимо осуществлять вот наш план по освобождению Крыма. Ну, этот план собственно зависит от решимости американской властей и запада шире осуществить план Макрона посылать достаточное количество самолетов. Ну, 10 самолетов очень хорошо символически. Ну, я понимаю, что тут фактор времени. Вот, между прочим, большой минус нас, Запада в войне с Россией, что у нас нет некого центра стратегического. Ну, кто вот принимает решение? Макрон, Харрис, Байден, Трамп. Нет центра. Нет там 5-6 человек, которые бы сидели, и как мы с вами 26 часа в сутки занимались вопросом победы в Украине. Это требует времени. Вот у Макрона кончилась слава богу Олимпийские игры, Олимпийское перемирие. Часто к этому вернется. Но хорошо, общая задача освобождения Крыма и снабжение необходимое самолетами, обслуживанием, аэродромами, это требует нескольких недель. А вот можно то, что бросит все сейчас. Представляете, если завтра будет взорван Керченский мост. Что случится в бункере как раз синхронно с движением русской границы в сторону Москвы на 50 километров. Вот я думаю, это реально. Реально. Первая реакция Запада, которую уже сказали, она говорит о благожелательном отношении к этой инициативе. Так давайте сейчас по крайней мере давайте вот этот шаг, который надвис сейчас над бункером усиливать. Ну передали 10 самолетов, передайте завтра еще, ведь уже 80 готово, 80 самолетов, которые эти северные страны должны знать, передайте завтра еще 10, завтра 20, чтобы в Москве вопросы задавались громче о настоящем и настоящем царе. Вот если раньше я говорил, что и вот реакция на взятие Сунжи это подчеркивает мою правоту, что взятие Севастополя окончило бы войну, то в сегодняшней ситуации окончить войну можно уже разрушением Крымского моста психологически. Вот призываю всех наших союзников сосредоточить усилия максимальные на помощь Украине в учреждении этой операции. Андрей Андреевич, а вот это действительно смело, вот вы сказали мы не ожидали, да я просто в шоке, если честно, я офигел вот в прямом смысле этого слова и особенно поражает как они а в каком количестве они сдаются в плен поражает, что Путин гонит на фронт срочников, чтобы он там не рассказывал про то, что масса желающих, а оказывается все совсем не так. И я хочу вас спросить, а вот сама вот в военном плане вот эта вот ситуация, то есть плацдарм на российской территории, то есть это даже не пощечина, это уринотерапия прямо на Путина, причем на мировой сцене. Что пишут в Штатах по этому поводу, что говорят, на ваше мнение, многие пишут, что это так рискованно, так рискованно, что может привести к эскалации, и они начнут нас бомбить. и если два-три года назад было как-то жутко от фразы нас будут бомбить, то сейчас как-то нормально. Да, вы знаете, ну вот эта официальная реакция свидетельствует об изменении нарративов. Да, ну сколько уже ядерный шантаж уже отброшен был давно, сейчас уже бомбить не бояться. Вот вчера интересный, я часто привожу этого человека, Евгений Иванович, Буржинский, нет, Евгений Петрович, по-моему, не знаю, уже забыл, он вчера вынужден был снова напомнить Суровьевской мафии, когда они кричали, они уже не кричат, обратите внимание, они не кричат уже проеденную удар, ну хорошо так, мы должны бомбить, бомбить аэродромы в Польше, в Румынии, ведь ясно, что картина, что постоянное базирование самолетов будет именно там, в Польше, в Румынии, так же, как уже первая, это десятка самолетов, он говорит, мы не можем, вы понимаете, что мы на конвенциональном, вы что, нет, он хорошая фраза, вы что, к янерной войне призываете, вы же, понимаете, на конвенциональном уровне мы не можем сражаться с 30-ю государственными НАТО, мы намного слабее, это уже, понимаете, это уже формулировка обвинения военного, России, не международного, а военного трибунала гражданина Путина, шикарный ты сука, ты же сам падал, говорил, вот пианковский сволочь, все время тебя цитировал, на пресс-конференции с Макроном 9 февраля 22-го года, ты же говорил, что да, на конвенциональном уровне мы уступаем НАТО, ты какого же хера ты полез, ты думал, что испугается твоего ядерного шантажа, они прекрасно знают, что ты говно, что ты никакой, ни шахит ты никакой, подыхать ты не собираешься, на ядерную войну ты никогда не пойдешь, куда же нас затащил, блядь, зная, что мы не уступаем полностью на конвенциональном уровне, ты затащил нас, как авантюрист, размахивая ядерной бомбой, прекрасно зная, что ты ее не будешь управлять, расстрел, немедленно, и там же, в подвал, и все. Кажется, только не в подвал ФСБ, а в подвал генерального штаба. Да нет, это 1953 год, помните, в 1953 году, 26 июня, чудом, как-то не разразилась в Москве война, груз с ФСБ, с КГБ, она назревает. Путин сейчас понял, что единственная его опора это ФСБ, он отдает им все, то есть, вот эти две, два готовых, совершенно разгорающихся конфликта, зет-патриоты против эстеблишмента, и в первую очередь против генералитета, и Путин и генералы, кто виноват во всем. Да, вчера, интересно было, так, Саровьев-то тоже как-то постепенно сливает, он пришел, на раз в недельку влезает, так вот, вчера, собственно, я думаю, что генерал Бужинский будет одним из заседателей, вот, военный трибунал, там же нужно три генерала, один там военный прокурор, и два прокурора, и вот Бужинский вчера уже выступал в роли члена коллегии суда над предателем Путина, он сформулировал основное, что это сука, прекрасно знают, что мы на национальном уровне НАТО выступаем, ввезла нас в войну НАТО, обещая нам, что НАТО вот разбежится после его угроз ядерной бомбы, все. А второе было, генерал Гурулев, ну, вы знаете, этого алкаша чудовищного. Вы, кстати, в трезвое последнее время, Андрей Андреевич. А, нет, он сказал, он сказал, надо трезво, надо трезво осознать случившееся, и он трезво осознал, трезво осознал случившееся. Так, подождите. как он трезво это знал случившееся, что Запад не боится нашего угроза ядерной войны, абсолютно. Тогда давайте на эту ситуацию дальше посмотрим. Еще, еще на этом я остановился. Об этом вообще его не спрашивали. Он вдруг сказал, что генштаб знал об этой угрозе. Возможно, предательство. То есть уже, вы помните, когда первые аресты шли там, Тимура Иванова и других, было обвинение в коррупции, ну, и так пунктируем, что и государственная измена. Потом государственная измена куда-то ушла. А сейчас выдвигается государственная измена. А кому она выдвигается? Давайте разберемся. Белоусов родиновый человек, его расстреляет. Нет, Белоусов это религиозный фанатик. Он за правду, да. Белоусов предложил носить какие-то остатки плоти Святой Матроны. Нет, он ебнувшийся. Вот он новообращенный, вот эти новообращенные, они совершенно он разносить по войскам, по всем округам мощи Матроны. Есть такая легенда, что какая-то Матрона пришла к Сталину в октябре 41-го года, и он ее посадил на самолет с иконами, они облетали все позиции, и это помогло стоять в Москве. Оказывается, у этой Матроны есть какие-то останки, и вот Андрей Ремович, замечательное отчество Ремович, это значит революция Энгельс-Макс, то есть родители были охуительные религиозные фанатики марксизма, но все равно, а теперь он стал фанатиком православия. Нет, это прокурор, да, вот вы подсказали, я трибунал, будет так, вот председатель Бас Трекин, и члены трибунала, министр обороны, как же его, Белоусов и генерал, генерал Бужинский, вот они приговорят изменника родины Путина к смертной казни, где-то в подвале, в подвале, генштаба, у нас на фронтской набережной, недалеко от моей квартиры, Путин будет расстрелян. Интересно. Нет, нет, Роман, серьезно, я погружен же в это творчество, это патриотическое, там именно такая обстановка, но вот сейчас уничтожение Крымского восста, ну, как никогда, просто сейчас, просто ляжет, ляжет, в душу, глядя там всем. Нет, так, если учесть, вот, Андрей Игорьевич, вот, то есть, последняя неделя, там же и перед, перед Курской операцией, мы там вынесли три аэродрома, там такие взрывы были, что просто, ну, с фабами, со всеми этими делами, и вот сейчас, Курская область, Путин сидел в бункере, по сути, ничего не говорил, что-то там со своими миньонами, там, шутил на тему, кто как, на каких мотоциклах ездил в отпуск, и вот сегодня, вроде как он по сути начал говорить, и тезис его такой, он вообще не меняется, то есть, он делает вид, что ничего не происходит, что у него еще полные тюрьмы, что еще можно гнать оттуда народ и так далее, и он говорит вот это вот, что мы будем воевать, отобьем Курскую область, отобьем все, что мы себе назначили в Украине, но как-то маловероятно это, а вот эти вот фразы, что никаких переговоров, потом можно подумать, что мы там сильно на переговоры хотели с ними, то есть, как вы видите, вот это развитие событий, если, соответственно, группа Герасимова сегодня ночью не завалит Путина? Ну, значит, завтра ночью Путин завалит группу Герасимова, у них уже конфликты неразрешимы, и тогда он будет продолжать эту войну, пока не подрастет новый Герасимов, более, который ведет себя не как Муму. Вот, я думаю, сейчас давайте вернемся уже на нашу сторону Вашингтона, пока как Муму вел себя три года Запад, и вот реакция, вчерашняя реакция на Курск, она меня несколько вдохновляет, и вот что еще очень важно, теперь неизбежно, вот вы спрашиваете, такой реакции широкой, но она еще не наступила, там, разница во времени, все, она будет развиваться. В общем, я уверен, что, и что очень позитивно для нас, украинский вопрос станет снова в центре повестки выборов, ведь и те, и другие, те, и другие демократы, республиканцы по разным причинам старались его брать под ковер, а сейчас, а сейчас придется разговаривать на эту тему, а разговаривать они смогут только в одном ключе, только обвиняя друг друга в недостаточной помощи в Украине, поэтому это очень положительно для нас, в этой разворачивающейся спирали. Ну, кстати, раз уже заговорили о выборах, меня начал беспокоить резкий успех госпожи Харрис, резкий успех, ну, вот последний, я сначала расскажу факты, а потом, почему он меня беспокоит, ну, потому он беспокоит, что мы с вами не за победу Харрис или Трампа, мы за победу Украины, поэтому у нас, так сказать, совершенно своеобразный взгляд на выборы в Северных Штатах. Ну, вот сегодняшние данные в этих самых, так называемых, свинг-стейт, а все решается в свинг-стейт, потому что результаты выборов в большинстве американцев, в непредсказуемый расклад голосов, выборщиков, то есть все решается в семи штатах. И там сейчас почти во всех Харриса приезжает, причем не на один-два процента, там в одном на пять процентов, на семь. А что она успела сделать? Да ничего она не успела сделать. Просто это эффект ухода, ухода Байдена. Теперь оказывается, что вот эта упорная, упорная борьба Байдена с Трампом была борьба антирейтингов. У кого выше антирейтинги? Когда демократы лишились вот этого страшного груза антирейтинга Байдена, всплыл на поверхность неровно навешанный им антирейтинг Трампа. Уже он всегда был большой. Нормальных-то людей много в Америке. Меня особенно поразило, кстати, показывает условность этих опросов и наивность американского избирателя. Один из промежуточных вопросов был традиционно всегда не просто там кого вы по вопросу экономики. Вот как вы с точки зрения управления экономикой, кого вы предпочитаете Байдена или Трампа. Вот до ухода до ухода Байдена там что-то до 10% преимущества было в пользу Трампа, естественно. Пришла Харрис. Что-то изменилось в экономическом положении среднем? Нихера не изменилось. Экономические акции нет. А там уже 11% в пользу Харрис. Это показывает, что отвечая на этот вопрос, он не столько думает там о своем кармане, о инфляции, об общем впечатлении. У него возникает картинка падающего страпа самолета Байдена или запинающегося, не способного ответить на вопрос или продолжить Францию во время дебатов. Так вот, чем мне не нравится? Потому что я за ней предлагаю и активно это же продвигалось, что она может резко усилить свою позицию. Ну, мой план очевидный, выполнив требования республиканцев о том, представить Конгрессу доклад о том, какие цели войны в Украине пришли на Союзные Штаты. И представить, конечно, доклад, знаменитый доклад республиканцев по ПРНФ и Викторию Украины. Я уверен, почему? Ну, потому что, еще раз повторю, выборы, президентские выборы, любые выборы выиграют колеблющиеся избиратели. Не такие закренелые болельщики демократов или республиканцев. Они уже распределились, они известны, как будут голосовать, они там поколениями голосуют. А вот неопределившиеся, нерешительные, колеблющиеся. Я указывал демократам. Громадный пул вот этих неопределившихся, это республиканцы, голосовавшие за Халию, проукраинские республиканцы. Они не определились. Так вот, они даже, вот есть такая коалиция, есть, голосовавшие за Халию, они, наоборот, не только они определились, они призвали голосовать за Халию, но это некая коалиция активистов, а вообще-то их 2-3 миллиона как минимум колеблющихся. Вот, за них надо бороться. И одним шагом, заявлением о том, что целью является наша победа Америки, и, собственно, это не свое заявление, а заявление республиканцев, это шаг им навстречу, Харрис выиграл бы этот колеблющийся основной корпус избирателей, выиграл бы выборы. А сейчас я могу прийти в голову мышцы вообще все замечательно, что она и так все выигрывает. Но, с другой стороны, теперь республиканцев забеспокоились. А республиканцев я подсказываю другую идею, что ваши самые, еще раз повторюсь, что наиболее замечательные люди в американской политике сейчас, четыре человека, за каждого из них я бы голосовал на президента и ни за кого другого. Они все там, в республиканской партии, Хейли и тройка вот председателей комитетов, Мако, Роджеси и Торнер. Они сейчас взяли такую тактику умолчания. Вы же обратили внимание, на съезде республиканской партии никто вообще не говорил ни о Украине, ни о России. И в платформе республиканской партии нет этих слов. Но такая сделка умолчания. Вот эти четыре человека, вообще, Рейгановское крыло республиканской партии, добившись пакета помощи в Украине, оно как бы заключило с Трампа молчаливое, может быть, и не молчаливое сделку, что мы не препятствуем твоему избранию, это выборщие избрали, но мы сохраняем свою позицию. Об этом мы говорили прямо с кого на съезде, что наши разногласы остались. Их расчет на том, что Трамп выиграет выборы, а мы займем там все внешнеполитические посты и общим политику в пользу Украины. Вот план Пампео с этим связан и так далее. Это рискованная вещь, как я сказал, никто не знает, что там Трамп будет делать. Но сейчас я бы им подсказал, не надо моей подсказки, сейчас вопрос Украины независим от чего либо усилий сейчас станет центр избирательной кампании, потому что должна же Америка отреагировать на эти события. И рискованцев сейчас очень хороший шанс, ну Трамп это Трамп, он пусть с Лимбенцем что делает, но эти же люди тоже, у них есть голос, атаковать демократическую партию для недостаточной помощи Украине, а демократическая партия будет атаковать Трампа и Венца за их заигранность Путина. Сейчас очень реальный шанс поднять украинский вопрос в центр избирательной кампании и заставить, а собственно когда он будет полен, автоматически обе стороны будут соревноваться между собой за то, кто из них лучший, лучший друг Украины. И в ходе этой борьбы начнется вместе с Макроном реализовываться вот план создания воздушной армады для освобождения Крыма. А вот так как время не терпит, нужно поддержать вот этот импульс разгорающейся в Кремле борьбы, его поддержать стопроцентно и просто поддержать, сделать его взрывным, можно уничтожить Крымский мост. Мне нравится эта идея. А как вы думаете, а может быть Трамп и Вэнс, ну, зная их на бэкграунд и вот эти вот предыдущие замечания, они же наоборот могут сказать, о боже мой, что вы делаете, может быть они наоборот начнут играть, типа. Это сейчас невозможно. Это сейчас невозможно. Это вот эти, это уже невозможно сейчас, потому что есть большая симпатия потому что, понимаете, ведь у нас не хватает времени на другой фронт, на израильский. Там политика Байдена еще более предательская по отношению к Израилям, а тут республиканцы не стесняются его критиковать по Израилю. Так что это общая линия, вот этот розыск, только бы не было войны, только бы не было критиковать, и он на примере Израиля уже полностью дискредитирован в американском общественном мнении. Нет, если эта позиция только будет топить республиканцев. Андрей Андреевич, а как вам маневры, которые снова затеял Лукашенко на границе с Украиной? Ну, по крайней мере, он так заявил. Сначала он заявил, что были беспилотники, которые летели через Республику Беларусь, хотя их не было на самом-то деле. Ну, понятно, Москва требует от него спасти честь союзного государства. Есть у вас какие-то мысли по этому поводу? Ну, он тоже готовит свою позицию для суда. Он будет отвечать, что я, что, это я все драком валял. Я все объем его от Путина. Я, я, только я защитил независимость Белоруссии. Я 35 лет кровью ползая, ползая, вырезая зад Путину. Я защищал белорусский суверенитет. У него готовая позиция есть. Вот он защищает белорусский. Я изображаю. На самом деле, я все делаю для победы в Великой Украине. Слава Украине. Кероям слава. Вот его последнее слово на его процессе. То есть, вы исключаете, что Беларусь может как-то рыпнуться, ну, чтобы сковать резервы? Нет, никуда она не рыпится. Андрей Андреевич, мне кажется, у вас хорошее настроение сегодня на фоне происходящего в Белгороде. Вы так используете те определения, которые раньше не использовали. Так, скажите, а вот если мы вернемся к кремляологии, ну, то есть, военные, понятно, сейчас на Герасима там все просто бросают все, что можно бросить, но там же есть еще экономический аспект. Вот тут многие, типа Эльвиры Набиулиной говорят, что пара что-то с этим всем делать, она не говорит, что надо войну прекратить, она говорит, что надо жить по доходам. Тут могут быть какие-то, ну, то есть, я, что я хочу у вас услышать, то есть, вроде бы, ты если смотришь с травой головой, не обязательно с высоты Киевских холмов, то, что делает Путин, это полный идиотизм, вот идиотизм, и другого, наверное, даже слова не подобрать, но там есть адекватные люди, да, которые там, может быть, молчат, и во власти эти люди тоже есть, вот, ну, складывается ощущение, что самим россиянам, вот, пора его удавить, и какие-то группы вы еще видите, вот, кроме военных непосредственно? Ну, я сказал о настоящих противниках войны и у них голоса никакого нет, но их достаточно будет растучее количество. Мы спрашивали о так называемых системных либералов, но от них ничего не зависит, когда какая группа придет к власти, они туры будут обслуживать. Вопрос такой, я чувствую, не высказанный на всем, очень интересный, а вот вопрос, да, есть, я уже сказал, повторю, единственная угроза Путина это так называемые зетопатриоты, которые его, извиняюсь, во все отверстия, не за то, что он развязал войну, а за то, что он просрал войну. Так вот, вопрос такой, а могут ли вот эти люди, свергнувшие Путина как непатриота, как человека несмахшего, который не смог победить за поражение, смогут ли они перейти, окончить войну и принять реальность, как вы говорите? Я говорю, посмотрите пример, посмотрите эволюцию Пригожина. Вот Пригожин провел, и вы за это убили, что он, даже не за поход на Москву, а за Лозунген, с которым он пошел на Москву, он, начиная, начиная с критики, что нет снарядов, нет боеприпасов, неправильно убиваем украинцев, надо больше убивать украинцев, он кончил, еще раз повторю, почитайте его замечательные обращения за два дня до похода, надо кончать с этой подлой войной, которая обогащает только жен и людей, но это очень легко, этот переход будет очень легко, совершенно, очень легко, и они, эти патриоты удовлетворятся тем, что вот Украину нам не удалось подчинить, потому что было предательство, но мы мы уничтожили предателей, они этим удовлетворятся, Украину оставят в покое, вот мне кажется, вот их с удовольствием обслужит Тарья Набибулина с новой экономической политикой, важно не Набибулина, важен будет переход тех людей, которые расстреляют Путина в бунт кингетштаба, основной вопрос такой тревожный, они станут ли они страшнее Путина, нет, они не станут страшнее Путина, потому что они понимают, что нельзя уже с полностью разгромленной армией продолжать войну, нет, они спокойно уйдут за границей 91-го года. Андрей Андреевич, ну тут генерал-боярышник, протрезвевший резко, я говорю о Гурлеве, он тут рассказывает, что у него теща с города Легова, под которым сейчас ведутся бои, говорит о том, что там канонада, там страшно и всякое такое, но при этом у него такие фразочки начинают проскакивать, жалко, конечно, пацанов, но распоряжала, прижала эта цитата дословная Гурлева, но срочников пора отправлять на войну, многих взяли в плен, многих же убили, это тоже очевидно, это, ну вот, тот же Гурлев, он такой говорит, вот, чеченские воины, Афганистан, везде были срочники, и тогда как-то кажется, что на этом пространстве, на российском, мамы за своих детей 18-летних переживали, сейчас будут переживать, или, в принципе, всем уже настолько до фонаря все, что просто проигнорируют? Ну, нет, я еще раз повторю, Гурлев, он же не мозг этого бунта, он озвучивает, что ему получают, самое главное, что он озвучивает, что генерал-предатель, я в последнем о своем выступлении, которое мы с вами цитируем, но он фактически и Путина назвал предателями, что все знали, но почему-то не реагировали. Еще раз повторяю, никакие усиления, вот тезис, что на место Путина придут большие негодяи, он не верен. Во-первых, больших негодяев не существует, он самый большой негодяй, а во-вторых, эти негодяи также свернут свою негодяйскую платформу, да им интереснее будет с этим людям, им интереснее будет пограбить на Рублевке, чем там поиграть еще в войнушку с украинцами. Представляете, какой громадный передел собственности начнется. Этим будет заниматься российский Союз. Вот тут уже борьба-то другая будет. Это борьба между ФСБ и армией. И она будет подогреваться как раз имущественными вопросами. Не до Украины им будет, они будут уничтожать друг друга. Ну, а вот на данном этапе, вот фактор привлечения солдат срочной службы массово к войне на российской территории, как они говорят, это фактор политики, фактор каких-то общественных процессов в России или нет? Ну, я думаю, что они успеют еще Путин это объявить. Ну, мы видели движение матерей этих мобилизованных, матери-жены. Ну, разберутся, некоторое время будут они разбираться. Все, протестная линия, еще раз повторю, линия протестующих против войны им не страшна. Как с ней разбираться, они знают. И власти Путина, Путина страшны зет-патриоты. И им принадлежит, будет принадлежать львиная доля вот падения этого режима. Андрей Андреевич, задам вам еще один вопрос на сегодня. что мне вот скажем так поразило в некотором роде, что масса вот этих вот зет-фасшистов, те, которые там призывали к убийствам, бомбардировкам, то есть прямо писали, что они за геноцид украинского народа. И рассказывали, как это делать трехтонными фабами. Ну, мы их все записали. Да. И есть копия этой записи у Кирилла Буданова. Ну, это я так от себя просто добавлю. Вопрос следующий. Вот когда началась операция в Курской области, и они там реально посыпались, и сейчас это признал и Путин сам, многие писали такие вещи, что вот у украинцев возможность была зайти на российскую территорию очень давно, но они этого не делали. И они были убеждены в том, что есть какие-то договоренности с Западом в части того, что россиян можно уничтожать только на украинской земле, а на российскую армию уничтожать нельзя. И вот у них такая обида по поводу того, что или Запад их снова обманул и водил Путина за нос, или что это было? Когда мусс роман, что значит какие-то договоренности? Была конкретная договоренность предателя Соединенных Штатов директора Целы Бернса с предателем русского народа Путиным. Договоренность устная по телефону. Она была достигнута 8 февраля 2022 года, когда Бернс обещал Бернс Путину, что Соединенные Штаты не будут удерживать украинцев от любых ударов в российской территории. Не то, что вторжение. Вторжение помыслить нельзя было ударов. А Путин за это обещал американцам, что он не пройдет в свои атаки дальше в Украине, поэтому не поставит их преимущественной необходимостью как же реагировать в соответствии с статьей 5. Это читайте мою статью, она на английском языке была. Я разоблачил Бернса. Я его разоблачил в собственной ЦРУшный пиарщик. Где-то в июле была опубликована статья в Ньюс Вики, это знают украинцы, о замечательном Бернсе. Вот как Бернс спас нас от всей большой войны. Конечно, была. И вот после этого, после моего разоблачения, все время продолжалась в Вашингтоне какая-то незримая борьба. Ведь непонятно было, что они разрешили, что они не разрешили до последнего времени. Сейчас вроде бы на 100 километров разрешить и так далее. Такова уверенность была в русских, да. Бернс тоже будет привлечен к суду в Съединенных Штатов. Я это вам как американский гражданин обещаю. То есть все-таки мы можем сказать, что администрация Джозефа Байдена, действующая администрация, свою позицию уже изменила, просто не артикулировала? Ну, у нее никогда не было этого. У нее было две позиции. Бернса Селивана с одной стороны и Блинкин и Остин с другой. Правда, Блинкин и Остин в последнее время полностью брошены на Ближний Восток, поэтому она была похожа скорее. Но вот сейчас уже частично мой план уже начал реализовываться. частично, я думаю, Харрис, она понимает, что оставаться в этой позиции прогрошно и очень уязвимо. Но вот еще раз повторю, ближайшие дни покажут, каким образом, а украинский вопрос неизбежно встанет на повестку дня в избирательной кампании. Уже не только господи придется объяснять, но придется объяснять на самом высшем политическом уровне, демонстрировать свою позицию. И я уверен, что она будет более радикальной, потому что в электоральных интересах обеих партий будет обвинять противника в недостаточной помощи Украине. Андрей Андреевич, я предлагаю на этом поставить троеточие. Мне нравится и ваш настрой, и наш настрой. Я хочу только вслух сказать только одно, что воевать тяжело и на территории Украины, и на территории Курской области. И мы просто безумно ценим вклад нашей армии в нашу безопасность. Да, суд же наш. Андрей Андреевич, я вас благодарю. Спасибо, до встречи, до встречи. До свидания. До свидания.